Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Сердюк. Я решил проблему с петличкой. Теперь я буду писать все на эту камеру. Звук, я думаю, должен быть отличным. Поэтому сегодня... Так, эту часть я запишу на телефон. В общем, вот цикл на ультрасонике 15 минут. Держак прошел. Здесь был аламинол. То есть он был прозрачный. Ну, то есть бирюзового цвета, но вот такого легенького. После 15 минут вот так вот потемнел аламинол. Ультрасоник, он нагревает раствор. Аламинола. И ультразвуком чистит. Сейчас я ставлю вот в такую ванночку. Это не бикса, как это называется. О, ты в больнице работал, или как это называется? Ванночка. Ставим ванночку и посмотрим, что из него вытечет. То есть, ну, уже можно посмотреть, да, что течет из него нормально. И что-то такое не совсем чистое, да? Так, ну, погнали. Тут стоит держак, который замачивается каждый день. Этот держак старый валялся. У человека он им не работал какое-то время. Но работал давно, потом какое-то время не работал. Перешел на одноразовые держатели. Покажу, как это работает. Одноразовые держатели, ну, в случае Шайена. Здесь Шайеновский держак, который постоянно замачивается. Ну, понятно, он будет чище, чем этот. Но посмотрим вообще, что это будет. Так, ну, прошло часа полтора. Вот. Утекла жижа из этого держака. Этот после бианола, который регулярно промывается. Он вроде бы чистый, но все равно. Чуть-чуть было. Сейчас еще два этих держака погрузим в ламинол с ультрасоником. Посмотрим, будет из них после ламинола вытекать что-то вот такое. Так, вот еще один цикл в ультрасонике. Провели держатели. Вода мутная. Там ламинол. Она мутная. Салфетку я поменял. Посмотрим, сколько из нее еще вытечет. Всякой грязи. А этот держатель постоянно замачивается в бианоле. Но посмотрим, что из него будет вытекать. То есть сейчас, по сути, в ультрасонике, ультразвуком разбили всю грязь, и она подходила. И вот из этого держака она выбывается. Я понимаю, что там выработка от смазки самого. Вот это то, что в держателе. Но, в общем, покажу, сколько радостей и вообще собирает этот замечательный продукт. Посмотрим. Ну что, друзья, что мы имеем? Два держака шайеновских. Один в бианоле замачивается постоянно. Одним человек уже давно не работает. Работает одноразовыми. И этот держатель у него лежал. Он его не замачивает. Вообще, то есть за все время работы. Это, конечно, неправильно. Очень неправильно. Ну вот. Сейчас я первый раз его опустил в ультрасоник. Там он 15 минут выбывала из него грязь. Так, 15 минут, значит, ультрасоник работал с этим держаком. И вот что мы имеем. Вот столько вытекло после первого раза из него грязи. Ну тут сразу видно, что это краска. То есть разбавленная краска. Это не выработка. Это не смазка, которая в этом держателе. Это именно краска. Сейчас он скрипит. Вот мы его пошевелим еще. Из него продолжат притекать. Я прям уверен просто. Потому что я работал такими держаками. Вот из него продолжает выходить. Вот я сейчас возьму чистый спонж. И покажу. Просто крутим. И из него продолжает выходить. Вот такая история. То есть в чем тут прикол. Этот держатель не раскручивается. И вот этот стакан. И сам держатель. Между стаканом и держателем есть зазор. Куда просачиваются частицы вазелина. На краске. И всего, что происходит в работе. Вот туда попадает эта грязь. Сформулировать нормально не могу. Короче. Вот эта грязь туда всасывается. Всасывается. Закидывается. Закидывается. И это может происходить. Бесконечно. Если ее нормально. Здесь ее много. Вот спонж прям весь. Сейчас мы еще пошевелим и поставлю. Также. После вот этого держателя. Он замачивается в бианоле. То есть на 10 часов замачивается в бианоле. Как написано в инструкции. Для стерилизации. Не для дезинфекции. Но все равно. Если есть возможность сухожарить. Ваши держатели лучше сухожарьте. Так. Вот я еще сейчас. Покручу его. И поставлю. Я уверен из него еще что-то будет. Так. И вот этот держак. Который тоже. Замачивается регулярно. Но вот я сейчас еще опустил его в ультрасоник. И посмотрим. Я заметил что на нем есть такое вот. Какая-то синяя краска. Остатки краски все-таки выходят. Сейчас посмотрим. Ну да. Не так конечно. Но более-менее чисто. Выливается из него жижа. Да. Ну он чистый. Ну из-за того что его замачивают каждый день. Но если замачивать эти держатели каждый день. Они начинают скрипеть и ломаться. То есть он не предназначен для замачивания. Он изначально эти держатели предназначены для обработки вот какими-то такими спреями. То есть которые ты попшикал. Вытер. И все у тебя хорошо. Ну ты используешь монтажку, барьерку. Да и вроде как ничего туда не попадает. Но это же неправильно. Вот. Они не предназначены для обработки сухожара. Я не знаю как их автоклавировать. Можно их или нет. Тут я не могу сказать. Но я не слышал что кто-то их автоклавировал. Эти держатели. Вот. Так. Ну этот держатель мы отложимся сейчас. А этот еще покрутим. Ну вот эта история она продолжается. То есть понимаете да сколько там собирается всего. Но это будет бесконечно. Поэтому. Сюда. Встаем. Поставим. Пусть. Стекает. Так. Сейчас расскажу эту проблему решить. Для этого вам понадобится. Ну само собой. Тандер. Спирит. Или что у вас там за машинки. Ну Cheyenne вот в таком формате. Не pen. Тачка. А поворотник в кожухе. Итак. Понадобится Cheyenne само собой. И вот такая гайка. Эту гайку можно я заказал. Заказал сначала на Алиэкспрессе. Мне приехала гайка тоже цанговая такая. Но она для FK Irons. То есть. Она не подходит на Cheyenne. У нее. Она немножко выше. И в ней сама вот эта зажимная система. Чуть-чуть по-другому выглядит. Поэтому я. Ну пусть она будет. Может быть когда-нибудь попадется. Эт Кири Айронс в руки. Поработаю с гайкой. И эта гайка накручивается. На держатель. И я использую. Если работают Андером. Я использую вот такие держатели. То есть. Что это за держатели? Это регулируемый держатель. Но он полностью разборной. То есть. Я вот эту часть. Он разбирается на три части. Держи. Стакан вот этот. Который. Вот эту часть я замачиваю в Бианове. То есть. Эту часть я обрабатываю. Но она у меня забаререна постоянно. Она не соприкасается с кожей. И этот держатель полностью чистится. В него ничего не попадает туда. То есть. Если попадает. Ты почистил. Закинул в раствор. В Бианов. И все у тебя в порядке. Вот. И так же. Он. Без подшипников. То есть. Тут есть два шарика на этом держателе. Этот держатель. Такие держатели. Вот эти. Кстати. Это дешевые держаки. Они стоят примерно. 200-300 рублей. Один. Вот. Такая же система. То есть. Есть стакан. Есть сам держатель. И вот эта вот трубка. То есть. Как его закручивать. Тоже покажу. Потому что. Многие неправильно его закручивают. Сначала вставляют. Вот эту часть. Сюда. И все. И он не закрутится. Он. Если проворачиваться. Он сразу клинит. Этот. Этот стакан. Нужно опустить держатель. Поставить его там ровно. Вы поставили ровно. И. Потом. Запручиваете. Сам. Саму трубку. Получается. Вот такая. Конструкция. Эти держаки. Они. Возможно. Они не такие долговечные. Как шайеновские. Да. Ну. В шайеновских тоже ломаются. И. Подшипники. И механизм. Там они скрипят. Их нужно смазывать. Вот. Получается. Вот. Такая вот. Катриджи вставляются. И. Все это регулируется. Дело. Потому что. Многие. Не знают. Даже. Я. Встречал. У нас. В студии. Ребят. Которые. Не знали. Что. Есть. Регулируемые держатели. Помимо. Шайеновских. А. Они. Есть. Вот. Пожалуйста. Регулируется. Все. Вылет. Нормально. Поэтому. Если. Вы. Работаете. Шайеном. Тандером. Спилитом. Ну. Как бы. Не то. Что бы. Я советую. Но. Это. Будет. Правильнее. И. Гигиеничнее. Если. Вы. Будете. Работать. С. Такой. Гайкой. А. Не с этими. Держателками. Да. Они. Классные. Вообще. Первые. Сделали. Регулируемые. Держатели. Это. Сделали. Шайен. Такие. Инновационный. Прорыв. В. Катуиндустрии. Вообще. Катриджную. Систему. Придумали. Шайен. За это им большой респект. Но держатели. Могли бы они сделать их разборными. Тогда было бы конечно гораздо проще. И. Вот. Прямо сейчас. В комментариях. Напиши. Каким оборудованием ты работаешь. Очень интересно. Кто чем работает. Ну. Хочу провести небольшую статистику для себя. Кто больше пью за это индукции или роторы. Можешь даже не писать какая именно тачка. Просто напиши ротор или индукция. Спасибо. В общем такая гайка это очень вкладная тема. В том плане что можно работать с одноразовыми держаками. Регулируемыми. Потому что есть одноразовые держатели с регулировкой вылета. Стоят они примерно. Я покупал как то и в каком то видосе. Я в Италии купил на конвенции. Потому что у меня закончились держатели. Я купил одноразовые. За 15 евро я взял 20 штук по моему. То есть ну цена вполне себе. Нормальная. И они нелегкие. Там массивная резина такая. То есть она тяжелая. Сверху вот этого всего пластикового. Сам держатель пластиковый. Все вот эти составляющие. Они из пластика. Вот. Сверху резиновая. Нерезиновая накладка. И она увесистая. То есть нету такого дискомфорта. Что сама машинка тяжелее чем держать. Поэтому. Ребята. Всем рекомендую вот такую гайку. Она реально. Она стоит примерно. Сейчас скажу. Ну может 10 долларов. 10 долларов. Но. Насколько она. Облегчает вам. Жизнь. И безопасность ваших клиентов. С этими держаками вы реально. Обезопасены. Обезопасены. Или как это. В общем. Вы можете стерилизовать. Хотя вы в жидкой химии. В том же бианоле. Сухожарить. Я пробовал эти держаки. В один держатель. У меня он полностью облез. Стал шершавым. Вот. Внутри. Где резьба. Вот. Эта шершавость. Такая. Как бы. Это не патина. Какое-то такое. Не коррозия. Но что-то такое. От воздействия этих температур. Сухожарь. Вот. Поэтому. Я замачиваю бианоле. И. Все в порядке. Вот так. А этот держак. Вот он продолжает стекать. И из него. Из него вытекает. Постоял снова. Вот. Появилось под ним пятно опять. То есть. Я на самом деле. Не знаю даже. Как из него. Выпросить всю эту грязь. Она будет долго проходить. Кстати. Есть видео. Я не помню у кого. Там чернозем. Есть такой. Капировщик. Он работает в леттеринге. Вот. Он тоже про эти шайоновские держатели. Он говорил в видео. Вот. То есть. Это. С новой чистой стороны. Продолжает. Вот. Утекать. Все. Из-за того. Что. Так. Друзья. Вот. Теперь. В такой обстановке. С таким светом. И с таким звуком. Я буду записывать свои блоги. И ответы на вопросы. Сейчас. Я зайду в сообщество на канал. И отвечу на вопросы, которые вы задали там. Потому что под. В комментариях под видео вы задаете очень много вопросов. И на эти вопросы мы сделаем прям отдельно выпуск. Мы с Саней Евдеевым ответим на эти вопросы. Потому что это получится прям большой хороший выпуск. Это будет ответы на вопросы под процесс татуирования. И ну я думаю все-таки выложу на канал процесс. Я делал пингвина из Бэтмена. Его можно увидеть у меня в инстаграме. Поэтому заходите смотрите. Я выкладываю новости. Когда будет видео. Вот. Сейчас в процессе два видео. Это про одно не могу сказать. Второе это обзор новой машинки. Вот. Видео будет на днях на канале. Осталось заснимать кусочек. Который необходим просто. Я просто не могу выбрать время чтобы это доснять. И собственно вид у вас будет уже на канале. Так. И сейчас ответим. Отвечу на вопросы. Так. Будет очень круто. Если ты разъяснишь как правильно вкалывать полным людям. Например. Такие места как живот. Например. Такие места как живот. Будет очень полезно. В общем. Эти места. Такие как живот. Спина. Ребра. Вот. Бока. Они очень эластичны. И нужно вкалачивать там. Не то чтобы сильнее. А тщательнее. То есть. Не быстро. Это ты поелозил. Он вроде бы создается впечатление что ты вкрасил. Но нет. Надо прокрасить сильнее. Как бы. Не глубже. А именно тщательнее. Прям каждый миллиметрик. Вот. И можно проливать еще водой. Без спрей бат лапши. Конечно. Ты видишь. Видно пробелы. Где ты не прокрасил. И дальше прокрашиваешь. Что есть. В принципе. Места такие. Они неудобные. Там нужно кожу тянуть. И. У меня например. На таких местах устает рука. Левая. Тянуть эту кожу постоянно. Вот. Бывает такое. Жека. Респект. Продолжай в том же духе. Это мой земляк. Андрюха. Спасибо большое. Что смотришь. Ну удивительно. Я не думаю. Что много земляков моих. Меня смотрит. Частенько. В последнее время. Вижу на людях. Полностью. Полностью закрашенные руки. Не пробовал что-то делать. Белым по черному. Если получится. Это будет. Очень интересно. Короче. По поводу Blackwork. Я вообще не поддерживаю Blackwork. Мне он не нравится. Не знаю. Как бы. Может это альтернатива. Избавиться от чего-то. Некачественного. У меня например. На этой руке. Куча татуировок. И я думал. Перекрывать сначала. Перекрывали. Перекрывали. И уже много лет. Кожа как на пятке. Вот. Я буду это все стрелять лазером. Ну. Верх плеча уже. Как бы. Несколько сеансов. Вот. И эту руку тоже. Светлеет постепенно. Вот. Но я их вывожу. И буду перекрывать. Blackwork. Я не понимаю. Но я видел. На Blackwork. Сделаны белым цветом. У Саныча. Магнум тату. Который. У него. Белая. Кантура. Такие. Японии. На черной руке. Вот. И я знаю. Что техника Тибори вколачивает. Цвет белый. Остается белее. Возможно. Саныча делал именно этой техникой. А возможно. Делал машинкой. Я не знаю. Кстати. Ну. Если я его увижу. Я у него спрошу. Поподробнее. Про его Blackwork. И белые татуировки на Blackwork. Поинтересуюсь. Может что-то интересное ответит. Так. Спасибо. Ждем с нетерпением. Ты в молотоке. Я продолжаю мутить контент. Крутяк. Жду конкурса. По поводу конкурса. Я еще не знаю. Что разыграть. Я думаю. Что разыграть. Разыграть татуировку. Но. Как показал предыдущее видео. Меня смотрят. Оказывается. Вообще. Со всей планеты. Даже с Исландией. Мне было. Ну. Это приятно. Это круто. И это мотивирует делать видео больше. И чаще выкладывать на канал. И снимать какие-то моменты. На которые я забиваю. Потому что. Чем больше короче опыта. Я забываю про мелочи. Которые мне были. Например. Интересны. Когда я начинал. Заводил этот канал. Я вот. Думал. Что буду снимать вообще все. Что связано с татуировкой. И вообще. Что я делаю. Как бы. Но. Бывает много интересного. Я забываю это снимать. Поэтому я буду снимать. Стараться все. И тщательнее. И поподробнее рассказывать. Вообще. Что происходит. Вот. По поводу. По поводу конкурса. Вот. Я думаю. Что разыграть. Это не татуировка точно. Потому что. Ну. Человек. Я не думаю. Что он будет ехать с другого конца. Я не знаю. Украина. Или Россия. Или Беларуссия. Или в той же Исландии. Или я видел и Германия. И Испания смотрит. Я не думаю. Что они будут ехать сюда за татуировкой. Ко мне в Одинцово. Да. Поэтому я подумаю. Что разыграть. И разыграю обязательно. Вот. Спасибо за просмотр. Делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал. Спасибо. Уважайте татуировку. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!